Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые дамы и господа. С вами Владимир Добров. Мы говорим о супер-турнире Вейконзе. Десятый тур позади. И у нас впереди три решающих раунда в супер-напряженном турнире. Интрига очень закручена серьезно. Ну а перед вами сейчас мы видим результаты прошедшего дня. Аниш Гиря, победив Радослава Вайташек, возглавил гонку. И теперь он единоличный лидер. Очень интересно, радует земле. Анишу давно не удавалось показать и выйти победителем. Показать отличного результата и выйти победителем турнира. Все у него в руках. Андрей Ясипенко также блестяще обыграл Давида Антона Гехару. И он в группе преследователей. Что безусловно радует наших болельщиков. Ну а еще результативной партией случилась в партии Максим Барселограф против Александра Донченко. Где француз действовал проворнее. Партия же дня, партия Каруана Карлсон. В общем-то шла достаточно ровно. И в ней Макнусу не удалось найти встречных достаточных шансов. Чтобы перехватить как-то и получить хорошую какую-то позицию на игру. Ну и в общем-то партия перешла в такое ничейное русло. Так, ну а мы с вами говорим о партии Гири Вайташек. И безусловно это главное событие дня. Итак, Гири Вайташек. Интересное противостояние. Вайташек не в самой лучшей форме. Радослав, к сожалению, в этом турнире терпит очень много поражений. Ну и безусловно это откладывает определенный отпечаток. Особенно это касается круговых турниров. Когда ты играешь в круговике. Говорится, волки очень здорово чувствуют запах крови. Когда ты начинаешь гибнуть, они тебя поедают. И так, ну что же, был разыгран так называемый Лондон. И вот вариант такой модный с ходом слон g4. Некоторые такие славянские построения, если говорить о перевернутых табиях. Но при этом мы видим, что слон белых уже на f4. И эта позиция достаточно классическая. И что же, Гири вышел ферзем на b3. И, в общем-то, предлагает черным расставиться, тоже опять-таки, поперейти в эндшпиль после ферзь b6. Но ферзь c8 более предусмотрительный ход, более аккуратный. Ну и после следующих ходов, в общем-то, завершили обе стороны рокировками свои действия. Ну и пришло время говорить о планах сторон. И очевидно, что белый ферз здесь попадает под определенные темпы. То есть, у черных есть темповая игра, связанная с атакой на фланге. То есть, c4, b5, b4 идет автоматом. Поэтому Гири заранее предусмотрел это движение, вернувшись ферзем на d1. Ну, в общем-то, что говорить. По дебюту, конечно, здесь никаких проблем у черных не было. Я думаю, что Вайташек хотел получить какую-то тоже сложную игру. Но, тем не менее, значит, ладья е1, ферзь d8 и интересная смена структуры. Играет Аниш dc. Я полагаю, что Аниш тоже на эту партию, как я сказал, настраивался очень решительно. Так как ему, увидев, как говорится, раненого зверя, а именно Розаслава Вайташека, который проигрывает очень много, в общем-то, естественно, это навевает определенные мысли. Как бы не получить что-нибудь сложное и попытаться использовать не лучшие кондиции у вашего визави. Ну, что же, произошло следующее. После движений определенных, белые захватили пространство на ферзевом фланге. Ну, и, в общем, подготовили ход c4. В это же время Вайташек играл в центре, что, в общем-то, разумно. И вот здесь был первый момент, где белые выбирали между e4 и c4. c4 смотрелось более логично, однако давайте посмотрим, как сыграл гирь. Он сыграл e4, и здесь перед Вайташеком становился достаточно тоже сложный выбор. Он мог играть e5, он мог брать на e4, он мог, наверное, делать какой-то ход, может быть, даже пассовый ход типа a6 или, быть может, более агрессивный a5. Но он сделал, в общем-то, разумное тоже движение e5. Однако, вот этот ход как раз-таки оказался неточностью. Вот это вот структурное движение, которое с виду активное, и, казалось бы, черные получают такой волнорез в центре, на самом деле ведет к следующей позиции. Слон вернулся на e3, теперь зависает пешком. Белые хотят брать на b6 и съесть на d5, пользуясь тем случаем, что король в этом случае окажется по рентгенам. То есть в этом случае будут черных дела плохи. И вот Радослав вернул слона на f7 в ожидании, в общем-то, каких-то, наверное, упрощений в центре. Может быть, стоило пойти король h8, сохраняя подвижность слона на h5. Он, может быть, там больше функций имел. Однако, видимо, что-то ему там не понравилось. Пошел слон f7 и неожиданный ход, я бы сказал, хотя очень сильный, это ход слон b6. Браво, Аниш! Вот как мы вчера пели дифирамбы ходу слон b6 от Caruana. Хотя, прям, я не знаю, весь мир вчера буквально сошел с ума. Вот над этим ходом слон c3, который выводит все компьютерные программы на первую линию. Я был крайне поражен такими фантастическими возгласами. Это по поводу страиндийской. Ну, мне кажется, удивляться подобному ничему уже не надо. И смысла обсасывать такие вот ходы стандартные даже и нечего. Ну, и вот слон b6 очень конкретная игра. Шахматы это очень конкретная игра сейчас, поэтому удивляться ничего не надо. Отдаются хорошие слоны, и черным приходится бить Аб. Ну, почему не ферзем? Потому как после ферзь b5 возникала следующая структура, которая, очевидно, в пользу белых. Как после размены белопольных слонов, самая простая, так, наверное, и после каких-то ходов типа c4 и c5. Вполне возможно, и такое движение здесь заслуживает внимания. Ну, слон c4 самый простой, и тогда белые поля под контролем у гири были бы. Поэтому пришлось взять Аб, Ед, слон d5. Ну, вроде бы черные стоят очень даже ничего визуально. Ну, однако, именно пространственный перевес и некоторые дефекты ферзевого фланга обеспечивают белым стабильный такой вот плюс. После хода f5, что осуществил вайташек, он, в общем, решил не стоять на месте, это логично. Последовал тоже конкретный ход b5, и возникла такая вот боевая ситуация. Произошли размены, и после слона d5, но ферзевом брать нельзя из-за потери слона e7, cd, конь f3, возникла следующая структура, где у черных слабой пешки d5 и b6 объекты, ну, а у белых есть зацепка a4, ну, c3, я не знаю, назвать ее слабостью или нет, но, может быть, объектом стоит. Вернуть пешечку, если на f7, то позиция, наверное, просто ничейна, хотя вот структура пешки c3 и коня на d4 по отношению к пешке d5, в классических линиях, в классических партиях оценивается в пользу белых. И эту позицию тоже можно оценить в пользу белых, безусловно, у белых здесь комфортный плюс, долгосрочный, и черные должны здесь играть крайне аккуратно. Отмечу опять-таки вот эту пешку на f5. Она некоторые виды на возможности белых дает, в частности, поле e6, то есть комплекс полей здесь слабых у черных, в лагере черных больше. Итак, после хода слоны f6, последовало вторжение на e6, король h8, ферз b3, и вот сейчас будут произведены некоторые размены, и поменяются слабости, и, казалось бы, что может возникнуть в таком неприметном на вид эншпиле? Скорее всего, это просто ничья. Но, опять-таки, мы играем в конкретные шахматы, и порой даже минимальные какие-то неприятности, а в частности, здесь у нас конь против слона, то есть конь это та фигура, которая может крутиться, создавать угрозы и делать вилки, в то время, когда слон достаточно прямолинейен. То есть здесь, ну, давайте посмотрим, что произошло. Итак, ну, казалось бы, наверное, партия должна очень быстро завершиться в ничью, но вот пешка на f5 являлась вот этой вот зацепкой на всю партию. То есть черным вполне возможно стоило просто подменять одну ладью и играть какой-то эншпиль даже 3 на 2, но, опять-таки, это всегда шансы психологически отдавать пешке не хочется. В итоге, крутили, крутили, и ладья пошла на d6. Я знаю, насколько этот ход был необходим, но, с другой стороны, вообще ходы делать здесь не так-то и просто, несмотря на то, что позиция очень простая. То есть здесь, ну, как, можно было пойти на ладья а8, можно было, наверное, сыграть и вплоть даже до h5 на этой стороне. Но нюансы, везде есть нюансы, и вот эти зацепки, в частности, вы толкните пешку на h5, конь придет на f4, и вам нужно будет задаться. Пожалуйста. Итак, ладья d6, ладья c7, белые улучшили положение короля, и вот этот пешечка h начинает двигаться и теребить королевский фланг черных. Попытался в айташек зайти с a2, ладья d5, ладья h6, конь h4, и посмотрите, такими маленькими ходиками за ходиками белые уже сейчас имеют достаточно комфортный плюс. Ну что, стоило, наверное, играть ладья f6 и не бояться ладья d7 и за ладья f7, и играть просто эндшплит 3 на 2. Он, скорее всего, ничейен. Тем не менее, у айташека что-то, какие-то сомнения возникли, а на этот счет, он сыграл g6, решил сохранить паритет в пешках, однако это дало возможность белым создать некоторые матовые сетки. Ну и вот после хода h6, вот эта пешка, она, конечно, очень серьезная такая, серьезный гвоздь в позиции, который позволяет, сбегая вперед, белым получить следующую комбинационную идею. Итак, f4 решил полностью изменить структуру, но в этом случае пешка h6 уже не является нигде проблемой, более того, что белые готовы еще ее подкрепить ходом g5. f3 король g3, ладья b6, ладья d7, пошли еще движения, и вот после хода g5 возникла позиция, в которой черный просто-напросто не просто защитится от следующей колоссальной идеи. В айташек сразу не понял, что здесь происходит, пошел слом b2 в надежде, что черный и белый наверное хотели иметь ладьи, но последовал ход, который, наверное, вы уже нашли. Это ход ладья b7. Красивая комбинация, которая завершает партию мгновенно. То есть здесь ставится просто на просто мат в случае взятия, ну или потеря, приходится отдавать ладью, тогда все пешки теряются, и белый проводит ферзя. Ну, любое другое отступление, ну, допустим, король g8, аж 7, конь g6, подключение весьма эффектно смотрится. Ну, что можно было предложить взамен? Ну, можно было попытаться держать позицию схода младей f7, ну, и в этом случае белые продолжали бы давление, может быть, где-то, где-нибудь бы все-таки пожертвовали, кто знает, но это не проигрывало партию сразу. И вот таким вот образом гиря, как говорится, малу-помалу, я не знаю, сколько раз он пошел дальше четвертого ряда в этой партии, можно, наверное, посчитать по рукам двух, да, по пальцам двух рук максимум, тем не менее, этого было достаточно для того, чтобы осуществить победу. Вот такая вот замечательная партия в плане, как сказать, постепенного наращивания вот этого давления и наступления вот такого вот морального состояния, когда нужно делать ходы в простой позиции, но вот ошибки, ошибки происходят в любом случае. Таким образом, гиря идет вперед, он впереди сейчас всех, и давайте посмотрим на таблицу. После значит, десяти туров таблицы на самом деле у нас и мы видим, что Аниш стоит 7 из 10, ну и за ним и Сипенков, и Биану, и Феруджа. Впереди партия гири Феруджа, очень интересная партия, Карлсону еще, у Карлсона еще есть шансы догнать во всяком случае, потому что он еще должен сыграть с тем же Анишем гири, и в общем-то с Максимом Вашилограммом, прошу прощения, который находится в не самой лучшей форме, и опять-таки с Радославом Вайташиком. То есть, чисто теоретически у Магнуса есть шансы даже зацепиться за самые высокие места, но ему нужно выигрывать практически все свои партии. Ну, а Андрею Сипенко, вот если мы присмотримся, у него интереснейшая встреча против Йордана Ван Фореста, где у него точно будут хорошие шансы, у него опять-таки молодой Ориан Тари, с которым он встретится, по-моему, сегодня, сейчас мы посмотрим, и Александр Донченко, то есть, у него блестящий сейчас финиш может оказаться, но все в его руках, все зависит от Андрея, и кто знает, может быть, мы увидим реально сенсацию соревнований. Пожелаем ему успеха. Ну, а мы посмотрим на сегодняшний день, и сегодня у нас следующая партия, Магнус Карлсон играет как раз-таки против Ани Шигири. В этой партии будет разыгрываться практически все. Феруд же тем временем играет с Каруаной, опять-таки, просто совершенно дикий сегодня по накалу состав пар, и кто сегодня выйдет победителем, кто выдержит это напряжение, большой вопрос. Ну, а Андрей Ясипенко играет сегодня против Ариана Тари, будем надеяться, что он выйдет на большую борьбу, и не будет, скажем так, думать о каких-то уравнениях. Полагаю, что сегодня Андрею надо уже выходить и биться за победу в турнире. Ну, что, друзья, надеюсь, было интересно. С вами был Владимир Добров. Смотрите Часком.ру, сегодня трансляция. До новых встреч, поддержим канал. Счастливо.